и здравствуйте мои дорогие друзья ребята потрясающе важная тема невозможно переоценить ее это читмилы все мы о них думаем все мы о них мечтаем и я посвящаю целую серию видео нарезанных и два ближайших лайв эфира которые будут полностью сконцентрированы на том что выбрать виде читмила как долго нужно проводить читмилы все что связано с психологической подготовкой как отказываться от сладкого чем его заменять еще масса 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 информации ребята которые я уверен будет полезно каждому кто хочет следить за своей фигурой каждому кто собирается избавляться от лишнего количества жира и при этом хочет оставаться счастливым потому что невозможно ведь просто отказаться от сладкого и сказать нет все до конца жизни я буду воздерживаться и жить по принципам кита например хотя кита это очень круто но я чувствую себя несчастным когда у меня нет углеводов вот а читмилах о том чем их заменять в общем все что касается кусяшек сладкого и углеводов мы будем разговаривать ближайшие несколько видео поехали ребята и я хочу сказать огромное спасибо кристиночке одессе которая подарила просто эту золотую жилу в разборе всего что связано с читмилами она лично только написала мне уже семь вопросов которые я буду рассматривать в этих ближайших серий видео и это будет обалденно полезно кристиночка огромное вам спасибо за ваше старание в подборе этих очень умных классных а самое главное вопросов которые относятся каждому человеку который вообще живой то есть те вопросы которые вы написали абсолютно потрясающие и посещают голову каждого человека ребята обязательно оставляйте ваши комментарии под этим видео потому что именно из ваших вопросов мы делаем вот такие видео ответа либо же лайв трансляции ну и конечно же если вас не затруднит подписывайтесь на канал буду очень этому рад поехали разбираться ребята и как всегда призываю вас вступайте в ряды пг марафонцев что такое пг марафон под моим видением вы узнаете перейдя по ссылке здесь ребята ближайший пг марафон стартует уже 22 июля я призываю вас отправляйте ваши заявки ну что мы ограничиваем количество замечательных участников поэтому немедлите раскрытие описание этого видео и отправляйте email заявкой а вы полетели разбираться с вопросом кристины перед длительность длительность еще раз длительность ребята это важнейшая тема которую сегодня мы будем раскрывать как долго нужно собственно практиковать этот самый читмил один-два часа или же весь день кристиночка спрашивает вот это ребята краеугольный камень а который можно очень жестко напороться и жесточайшим образом залететь в яму инсулинорезистентности а еще чего лучше углубленного зажора если мы с вами будем делать целый день по принципу я же в читмиле поэтому мне можно весь день жрать все подряд вот это супер важная тема обязательно даже не час не два и сейчас ребята внимательно когда вы делаете ваш читмил вы его делаете только после основного приема пищи по принципу периодического голодания где у нас открытие основной прием а затем за основным приемом следует ваш читмил и он не будет даже длиться час или два он будет длиться 15 20 30 минут никаких полдня вы что обязательно нужно следить за его длительностью потому что если мы с вами будем весь день жрать сладко это означает что все остальные приемы пищи мы заменяем только на сладкое это означает что мы получаем огромное количество быстрых углеводов и сейчас я сконцентрируюсь именно на последствиях именно вот таких разбегов час-два-тридцать минут либо же длительность весь день и этот читмил длительностью в целый день нас загоняет как я уже говорил в жесточайшую инсулинорезистентность восстанавливает жесткую зависимость нашего мозга от углеводов и с ней будет справиться критически сложно ни в коем случае нельзя этого делать нужно осторожно целенаправленно выбирать ваш читмил а к том что должно быть в виде читмила я еще буду говорить какие продукты я советую какие я сам использую что я даже не могу назвать читмилом а просто потрясающе полезным и при этом удовлетворяющим все мои потребности в читмилах психологически об этом обо всем еще будем говорить сейчас мы говорим о времени такое время это только после основного приема пищи когда вы получили уже вашу главную часть полезных калорий когда вы получили ваши овощи когда вы получили больше мяса в первую очередь когда вы получили все ваши жиры и ваш организм уже может работать на правильных здоровых хороших калориях вы например находитесь еще в недоборе в минус 500 или минус 400 калорий и когда мы говорим о читмиле мы по-любому подразумеваем перебор калорийный и вот то как долго перебирать это должен быть обязательно один прием обязательно не три часа не четыре часа потому что это будет углублять усиливать вашу зависимость на углеводах ни в коем случае нельзя это делать после основного приема пищи вы делаете загрузку в тысячу 500 полторы тысяч сколько вас влезет и в этом прикол как раз том что много вас не влезет даже если вы будете кушать самая самая любимая сладкая ваша на всей планете ваш желудок уже фактически заполнен когда вы на пг принципе объем желудка уменьшается и вам не нужно уже такого количества продуктов чтобы прям триггер сработал вы такая ой какой кайф все я наелась я счастлива все класс после основных приемов пищи 30 минут максимум продукты которые я рекомендую блюдо к читмилам об этом мы еще поговорим короткая длительность максимум удовольствия с чаечком с компотом с водичкой как вам нравится но только всегда в ограниченный промежуток времени и только всегда в ваше окно пг я всецело призываю делать читмилы в дни когда вы делаете 20 на 4 это вообще идеально лучше всего когда вы делаете 22 2 вы открылись яблоко сыр затем ваш основной прием пищи какое-то мясо какой-то салат затем сразу заходит читмил и все то есть вы по сути имеете длинное окно приема пищи где вы получаете все ваши калории это самый безопасный способ который не приведет к глубоким последствиям в принципе который вообще может даже не привести никаким последствия но если вы откроетесь например в 12 что само по себе драматически слишком длинное окно я этого не приветствую об этом я говорил в 10 ошибках на пг и диете смотреть видео здесь если даже вы откроетесь в 16 это будет ваше восьмичасовое окно вы сделаете основной прием 16 17 а затем 18 19 20 21 22 мы будем с вами полироваться тортами нет ни в коем случае не делайте этот выстрел в ногу самой себе вот такая схема о которой я говорю сейчас короткий вкусный прям эпическо направленный ваш читмил даст максимум положительных эмоций вы будете этого ждать например целый день или целую неделю или целый месяц а их чистоте мы тоже еще обязательно поговорим сейчас только длительности важная информация которая нужно усвоить 30 минут максимальная эпичность и это будет круто спасибо вам огромная кристиночка за ваш замечательный вопрос друзья мои призываю вас как всегда пишите пишите комментарии пишите ваши вопросы а мы тем временем ребята двигаемся только вперед а 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